Обманутые дольщики берут дело в свои руки. Участники долевого строительства двух долгостроев в Якутске подписали соглашение с Минстроем Республики о завершении строительства за счет собственных и бюджетных средств. Речь идет об объектах Северной строительной компании на улице Каландрашвили и ЖСПК Стерхна-Пекарского. Подробнее в материале Саргаланы Захаровой. Историю долгостроя на улице Каландрашвили, наверное, знает большинство горожан. Вот уже порядка пяти лет больше ста дольщиков ждут ключи от своих положенных квартир. Прошлой зимой застройщик Северная строительная компания была признана банкротом и ситуацию в свои руки уже взяли сами жильцы. Теперь это здание будут достраивать они на свои средства. Для этого участники долевого строительства по итогам общего собрания еще в мае создали свой жилищно-строительный кооператив «Добан». Его руководителем назначили одного из первых дольщиков Александра Михайлова. На тот момент готовность объекта составляла 65%. Окна стояли, двери стояли балконные, и перегородка внутренняя половина дома была. Половины дома не было. Вот это лето, временно сейчас июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Пять месяцев сами достраиваем уже. Сейчас осталось завершить отделку фасада, подключить отопление и нанести последние штрихи внутри дома. Общую стоимость всех работ оценили в 72 миллиона рублей. Из них 30 софинансирует профильное министерство. Строительство планируют закончить уже до конца года. В эти же сроки должны сдать еще один долгострой. Многоквартирный дом на улице Пекарского возводил ЖСПК «Стерх» еще с 2006 года. Надежда Симушкина приобрела в нем двухкомнатную квартиру в 2009-м. Хотели расшириться, рассказывает дольщица, но в результате оказались ни с чем. Продали однокомнатную квартиру в центре и купили двухкомнатную, чтобы у ребенка была отдельная комната. До сих пор не можем получить. Стройка вроде двигалась, но все делалось очень медленно. Один год запустили отопление, ну и с 2012 года уже никаких движений толком не было. Сейчас она возглавила группу дольщиков, которая достраивает дом. Собственники собирают по 250 тысяч рублей на завершающие работы, а министерство, в свою очередь, поддержит их 20 миллионами. С сегодняшнего дня мы начинаем финансирование по графику, утвержденным подписанными соглашениями. И будем ежедневно контролировать ход строительства. Таким образом, дольщики надеются, что в новом 2018 году они все-таки справят долгожданное новоселье. Сарглана Захарова, Григорий Охлопков, НК Саха, Якутск.